Библейский портал экзегет.ру представляет 27-й псалом читаю по переводу российского библейского общества для библейского портала экзегет. Псалом Давида, конечно, как и все они в этой части. И 26-й у нас такой красивый, хорошо известный «Господь мне свет и спасение, так кого мне бояться». 27-й псалом расскажет кого. В 26-м это такой общий принцип. Вот они очень часто чередуются. Псалтирь вступает в такой диалог сама с собой. Потому что разные ситуации, разные люди, разные молитвы. Это же книга «Сборник молитв». И поэтому бывает, что так, бывает, что так. И формально даже противоречат некоторые псалмы. 26-й, кого мне бояться, кого мне страшиться. 27-й описывает ситуацию. Тебя зову, а Господь моя скала. Не молчи же в ответ. Если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. 28-й, услышь мольбы мои, когда я взываю к тебе, воздев руки к святилищу святому твоему. 29-й, с нечестивцами меня не погуби. 30-й, с теми, кто творит неправду, кто в сердце замыслил зло, а говорит с ближним мирно. 31-й, отплати им за то, что они творят, за все злые поступки. За дела их рук отплати им. 32-й, дай им то, что они заслужили. 32-й, в дела Господа не вникают они, в то, что руки его сотворили. 33-й, Господь разрушит нечестивцев и не отстроит вновь. 34-й, благословен Господь, он услышал мольбы мои. 35-й, Господь, моя сила, мой щит, на него сердце мое уповает. 36-й, он помог мне, ликует сердце мое, и я прославлю его песней моей. 36-й, Господь, сила народа своего, прибежище спасения для помазанника. 37-й, даруй спасение народу своему, благослови достояние свое, как овец, спаси их, оперегай их вовеки. 37-й, ну вот у нас пошли классические просьбы, у нас было много просьб там в первых псалмах, а здесь пошли такие общие заявления. 38-й, наконец, мы вернулись к просьбам, причем к таким вот чистым просьбам. 39-й, Господи, не молчи в ответ, если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. Вот мы вновь и вновь читаем в псалмах эти образы, когда, собственно, главная ценность – это пребывание псалмопевца с Богом, в Боге, в диалоге с ним, в разговоре. И здесь он просит, в общем, только о главном, о том, чтобы этот диалог продолжался. Но еще немножечко о второстепенном. «Не погуби меня с нечестивцами, отплати им за то, что они творят, задела их рук, не вникают они в дела Господа». И то, что он еще отмечает, что они говорят с ближним миром, а на самом деле замыслили зло. Вот как раз те люди, которых стоит бояться. И бояться он даже, боится не столько того, что они как-то с ним плохо поступят, хотя тоже мало приятного, но чтобы Господь не погубил его с ними, чтобы вот как-то отгородиться от них, он отдельно это отмечает. И для него самое страшное – это оказаться вот среди этих людей. Одновременно в этом псалме он говорит о том, что его голос уже услышан. «Он услышал мольбы мои, Господь, сила моя моя щит, на него сердце мое уповает, сила народа своего прибежища спасения для помазанника». Интересно, что вот эти образы – скала, твердыня, крепость, щит – образы такие военные, причем исключительно оборонительные. Можно же сказать колесница или копье или меч, то есть то, что нападает, набрасывается на врага. Нет, это всегда твердыня, щит, скала, крепость, куда надо укрыться в случае нападения противника. То есть вот эта вера, она не агрессивна, она не пытается навязать себя, она не пытается каким-то образом контролировать все окружающее. Она пытается загородиться от вражды, от нечестия, от того, что окружает со всех сторон, защитить человека. Это очень важная деталь. И еще, что в этом псалме характерно, это много где есть, что судьба человека и судьба его народа, судьба помазанника, то есть царя Израиля, они, в общем, выстраиваются в один ряд. Он говорит о себе, и вдруг Господь – сила народа своего, прибежище спасения для помазанника. То есть человек еще не отделяет себя от своего народа. что довольно трудно бывает сделать, да, вот если народ, государство, страна, ну, явно что-то не то делает. У нас в истории много было таких эпизодов. И там Анна Ахматова напишет, я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был, вот. И это требует усилия от нее. Да, для псалмопевца это абсолютно не так. Он свою личную судьбу и судьбу своего народа не разделяет. В чем-то можно даже ему в этом отношении позавидовать. Я напомню, что Давид – это еще и царь Израиля, да, и вот его фигура, которая так или иначе присутствует в этих псалмах Давида, хотя вряд ли он их все написал сам, это вот как раз тот человек, чья судьба и судьба его народа близко совпадают, хотя не тождественная, да, понятно, что в жизни Давида были эпизоды, которые касались лично его там, его вражды с старым Саулом или его там отношения с разными женщинами, у него их было много. Но, тем не менее, он ощущает себя частью народа Божьего просто потому, что он принадлежит к этому завету, к этому договору, да. И рассказывая о своих проблемах, он не отделяет себя от этого народа. Его судьба – это часть судьбы его народа. А в конце концов, из чего складываются судьбы народа? Народ нет такой личности. Это совокупность личностей, да, вот много наших судеб, из которых потом возникает наша общая солидарная судьба. Ну вот, смотрите, у нас здесь Господь – это спасение народу своему, и следующий 28-й псалом прозвучит гимном того, как Господь спасает свой народ и как Он – царь, явившийся во славе. Субтитры создавал DimaTorzok